И всем привет, ребят! С вами Стервак и сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному бездонату 2.0. И сегодня тот самый долгожданный день достал, когда мы вместе с вами будем открывать впервые супер большое количество ультра контейнеров. Ну и плюс добивать те самые заветные заданочки, которые я вчера не добил. Мне осталась одна недельная миссия с регби режимом, который мы сегодня вместе с вами реализуем. Ну а дальше приступим к масштабнейшему открытию ультра контейнеров. В сумме сегодня будет открыто 45, а может быть даже и больше, потому что у нас здесь будут получены еще звезды. И там за челлендж может быть дополнительно нам еще что-то прилетит. И я надеюсь на то, что мы сегодня увидим первое красное свечение в рамках бездоната 2.0. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддерживайте данное видео с лайком. Подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч тонкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте муличный тег, тег ТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо боя, то мы сейчас быстренько реализуем наше вооружение. Шафта у меня, если я не ошибаюсь, так до сих пор и нету. Поэтому мы сыграем сегодня на Крусейдера нашей замечательной рельсе, которую я в дальнейшем буду прокачивать. Пикаем в Рэгби, также попутно постараемся быстро забрать с магазина дополнительные контейнеры расходку. Которая тоже нам лишней здесь не будет. Ну и ладно, все, я не успел добрать, меня уже запикивают в катку. Ну и задача наша за один бой, набрать как раз таки 300 очков. Может быть даже здесь досрочка будет, если будет досрочка, то это будет даже неплохо. Главное, чтобы мы каточку вместе с вами выиграли, да? Выиграли и набрали те самые заветные 300 очечей для выполнения заданки. Мне по большей части даже нужно открывать в большинстве своем обычные контейнеры, а не только ультраконтейнеры. Потому что именно с обычных контейнеров падают вооружения. С ультраконтейнеров нет возможности выбить себе новые корпуса и пушки. А как вы знаете, ареса у меня до сих пор на аккаунте нету, а он мне как никогда очень сильно нужен. Поэтому я буду надеяться на то, что мне сегодня этот заветный аресик дропнет. Потому что у меня, ну, где-то около, наверное, 15 контейнеров, по идее, сегодня должно быть. Ну, а что касаемо рельсы, то рельса себя, честно говоря, очень круто показывает. Да, по урону, по вообще реализации с Крусейдером работает это вооружение очень вкусно. Ну, когда, конечно, тиммейты не сбивают прицел, а то когда тиммейты сбивают прицел, я бы не сказал, что это уже настолько круто работает. Так, ну и по ходу дела нас начинают опять закатывать в салатницу, да? Противник уже ставит первый флаг, хотел я сказать, но он ставит мяч. И нам запикивает 4,5 тысячи ГСа полковника. Надеюсь, что этот полковник будет сейчас давать контентика плотненького, потому что если это не жестик, то каточка как будто выглядит салатной. Прям мега даже салатная. Мне надо набить еще 300 очков каким-то магическим образом. А пока что даже, ну, здесь и половишкой не пахнет. Да, пока что все очень как-то грустно. Нас начинают прям жестко закатывать противники. Хоть они здесь и кучкуются, но по таким ГСкам я ничего особо сделать не могу на своем МК-1 вооружении. Даже с кул прокачанным брутом мне не хватает урончика, чтобы здесь спокойнейшим образом противника разбирать. Так, у меня уже появляется оудишка. По ощущениям надо этот оудик сейчас быстренько как-то реализовать. Так, ну и по ощущениям как будто даже вот сюда можно эту сосульендрочку вот так вот дать. Ага, она не ваншотает. Она просто не ваншотает у Типана Крусейдере. На пятом варенте уже ХП больше чем 2000 на Крусейдере. Я понял, я понял. Хорошая сосульендра. Рабочая сосульендра, да. И при каких прокачках у меня тогда будет возможность ваншота оппонента, я тоже этого не знаю. Но нас уже начинают закатывать прям супер по-плотному. Ну, 3-0 мы уже начинаем улетать. Так, ну а где наш Тип? А, он вышел, да? Или нет? А, нет, он не вышел. На Магнуме с поджогом играет. Но по ощущениям как будто бы он не супер на врывалове, да. Как будто он просто в какую-то ТДМочку играет на своем Магнуме. А какой у него корпус вообще? Что он? На Хантере играет. На Хантере. 600 урона накидываю я здесь стычки. В очередной раз мой килл добивают. И 300 очечить. Так, ну тяжеловато даже набить. Даже в такой катке тяжеловато набить 300 очков. Но мы будем пробовать. Будем пробовать. Криты тоже никто не отменял. Поэтому с крита с нашей рельсы тоже может залетать. Очень неплохой урончик. Здесь на ход ноги такую вот рельсочку даем. Так, и по ощущениям хотелось сказать, что я успею дать рельсу. Но, к сожалению, перезарядка моей рельсы супер долгая. 125 очков у нас имеется. 0-4 катку мы уже улетаем. Но мне не так сильно важна победа, как мне необходимо в рамках этого боя набить 300 очков. Да, поэтому мы стараемся давать дополнительные набивания очков. Хантер вжимает поудишку в двоих. Так, а где мяч? Я что-то не вижу, кто мяч везет. Где мяч вообще? А, вот Васпик просто прокатывает здесь по респам. И доставляет уже пятый мяч в копилку. Да, жестко нас немножечко здесь разбирают. Так, бесшансовая каточка пока что для нас складывается. Мне бы хотя бы овердрайвы реализовать как-то. Потому что у меня даже здесь реализации оудишек нету. Рельсу мажу. Хотя был такой тоненький прострельчик здесь в зонке. И как будто бы можно было бы это дело реализовать. Да, 95% оуди у меня уже есть. Хантер здесь открывается под нас неплохую рельсу. По нему выдаем. Также есть Васпик. По которому я, к сожалению, не попал. Но попал зато по-другому. Типочку. Даем сосулендрочку такую. На 2000 с разворотика еще хорошую рельсочку. По оппоненту закидываем. По Хантеру добавочку. Добавочку. Добавочку даем. Так, но Хантер тут уже будет въезжать сейчас под доставкинца. Есть у нас шанс какой-то на домашку. Так, и летим через туннельчик. По ощущениям. Как будто бы стратежка может сработать. 9 секунд у меня до... Ага. Не сработает. Понятно. Противник уже сразу видит весь этот момент. Который я придумал. И контролирует ситуацию. Да, набитие, конечно, очков становится все сложнее и сложнее в рамках матчмейкинга без имеющихся дополнительных вооружений. Но как будто бы ничего страшного в этом нету. Мы уже в ближайшем будущем, я думаю, что прокачаемся. И тогда уже игра станет у нас в рамках нашего без доната совсем-совсем другой. Да, то есть если я с рельсы уже буду давать какие-нибудь ваншотики, то понятное дело, что реализация моего вооружения станет уже совсем на другом уровне. Да, это уже не по 800 урона там стычки по противнику, у которых там уже больше 2000 хп, а там уже будет урончик залетать вкусненький. И с таким уроном уже можно будет в легкую играть и нагибать противников. Так, Хантер вжимается. 6 минут у нас до конца. При этом 6-0 ведет противник. Мне бы хотя бы еще один овердрайв успеть каким-то магическим образом накопить. Если бы у меня еще одна аудишка была бы. То, возможно, я бы и успел нужное количество очков здесь дать. Не знаю, каким образом я там попал в рельсу. Даже не видя противника. Так, расходочка у меня есть. Даем такую вот рельсочку по Хантеру. Здесь добавочка овердрайва от ареса вражеского происходит. Еще 600 урончика залетает у нас по Хантеру. Пытаюсь я закрыться от него. Даю еще ему домашку, но никак не могу я никого, ребятки, слить. Все противники у нас не ваншотятся. Попытка доставки от оппонента. Но пока что контроль за нами. Так, накидываем дополнительный урончик. Пытаемся через туннель раскрутить. И даже сверху бомба работает на меня через низ. Офигеть. Но это, конечно, максимально грустно. Когда так это все дело срабатывает. Так, мяч у нас остается снизу. Два противника на низу. И, конечно, сосу лендрочку. Я в такой ситуации даю прямо в противника. Единственное, только сливаю одного. Мяч падает вниз. И не может его оппонент там подобрать. Он просто проваливается сквозь эту пластиночку. И мяч просто остается снизу. И он просто улетает на респаун. Так, есть ли у нас здесь прострел? Вот в чем вопрос. Смотрим. Да, есть прострел. Отлично. Бомба васпика еще срабатывает. Так, у нас 260 очков. И по ощущениям, как будто я уже даже могу успеть заработать нужное количество очечий. По трем противникам нанес урончик. Сейчас бы кто-то из наших тиммейтов бы здесь что-то подкинул бы дополнительное. Так, и может быть бы и получилось бы у нас что-то. Хотел сквозну еще дать по васпику с харьком. Но, к сожалению, не успеваю. Ни одного оппонента из тех, кого я надамажил, не добили. Плохо, если честно. Плоховато. Пробуем давать еще по хантеру. Блин, но я чувствую, когда я прокачаю вот эту вот рельсу, она будет наносить безумно большое количество урона. Прям безумно большое. Это рельсуя можно будет так разваливать контента, то что у нас в этом плане будет все работать максимально-максимально вкусно. Так, хантер через верх пытается здесь что-то сделать. Падать он не будет. Ну, какие-то жестики, если честно, против запикиваются. Такие ребята, которые уже четко понимают, что они делают. Да, не то, что, знаете, там какой-то рандомный чел. А здесь прям ребята, которые и двигаются по карте грамотно, и понимают, что они делают. Да, и в этом плане, конечно, ну, немножечко, немножечко грустно. И нам доставочку последнюю оформляют. Не успеваю набить даже 300 очков за бой. Набиваю я 265. Соответственно, мы вместе с вами быстро пикаем еще одну катку. Я очень сильно хочу добить эту заданку, чтобы у нас в этом плане уже были все задания выполнены. И я получил еще дополнительные заветные контейнеры. Поэтому пикаем еще одну регбачку. А я, может, там сомничтожался. Сейчас зайдем, посмотрим. Может, у меня там больше очков набито. Нет, 265. Четко 265 очков у меня набито. Осталось мне 35 опыта. Вернее, очков добить. Ну и все. И будем приступать к открытию долгожданных контейнеров. Да, контейнеры в этом плане. Ну, я лично очень, очень сильно хотел получить. При том, что там 45 ультра. Просто для такого без доната 2.0. Это, ну, очень хорошая возможность прибыли. Получение также дополнительных новых устройств каких-то на аккаунт. И кристаллов. Да, то есть кристаллов можно тоже в этом плане зафармить. Прям очень и очень хорошее количество. Так, первый килл есть. Пробуем быстро добивать здесь оппонентов. Благо у нас здесь возможность такая и имеется. Пробуем здесь еще по викингу неплохую тычку давать. Так, и по крусейдеру. 20 очков у меня уже есть. Мне надо 35. Да, то есть мне надо 1 килл. Просто 1 килл если сделаю, то этого мне будет достаточно. Так, и вот этот килл как раз таки хорошо. Идеально залетает. За буквально там 50 секунд все, что мне нужно, мы оформляем. Так, теперь можем забрать дополнительные призы отсюда. Ни одной из заданок я не выполнил ежедневной. Офигеть. Забираем отсюда дополнительный контейнер. Так, дальше. В особых есть ли у нас в особых еще какой-то... Опа, за званочку у нас в особых есть тоже приз. Супер. Календарь подарков. Забираем еще отсюда один. Блин, пятерочку, к сожалению, ультраконтейнеров я не заберу, потому что не все дни заходил. Так, ну и все. Забираем тут безумно большое количество обычных контейнеров. И три пачки по 15 ультра. Бах, бах, бах. Просто сюда контактик залетает в карман. Обычные у нас здесь остаются. Ежедневные. Что с ежедневными? У нас тут есть еще возможность забрать с ежедневных дополнительный приз. Так, по челленджу у меня 150 звезд. Просто 150 звезд. 45 ультра, 23 обычных контейнера. Это самое масштабное открытие контейнеров, которое когда-либо у меня было в рамках этого аккаунта. Прямо сейчас будет залетать. Начнем, конечно, с обычных контейнеров, потому что мне до сих пор нужны мои предметы, которые не падают у нас в ультраконтейнерах, но которые падают в обычных контейнерах. Это, как минимум, шафт, который я хотел выбить. Как минимум, арес, который я хотел выбить. И очень сильно надеюсь на то, что именно сейчас это все дело нам вместе с вами дропнет. Открываем пятнашку, поехали. Надеемся на мой самый заветный арес, который мне очень сильно необходим с этих контейнеров. Изида падает, синяя, хоппер, вулкан и золотое падает. Офигеть, падает золотое и это снаряды виверна на гром. Мне падает два синих, которые мне не нужны. И падает еще Изида, которая мне тоже не нужна. Еще восемь контейнеров у нас есть. Открываем еще восьмерочку. Хорек падает еще с зеленого. Утяжеление падает. И падает фиолетовый. Офигеть, я столько контейнеров, ребяточки, открыл. И я до сих пор не выбил нужный предмет. Это просто жесть. Просто жесть, ребяточки. Но это габела. Честное слово, это просто габелье. Потому что мне нужен мой замечательный арес. А у меня его нет. Я выбил все, просто все корпуса выбил. И выбил уже все пушки, кроме шафта и кроме фриза. Две нужные пушки мне тоже не выпали. То есть, ну, это максимальное невезение, которое только могло быть. И оно целиком и полностью работает в рамках нашего бездоната 2.0. И от этого становится только грустнее. Но, может быть, сейчас вот эти самые заветные ультраконтейнеры всю эту ситуацию сглазят и справят. И я получу хороший вкусный дробчик. Открываем 15 ультра и смотрим. Просто смотрим на эти призы. Если мне падает здесь красное освещение, то я мега сильно рад. Падают краски в синем. Фиолет и золотое. Блин, золотое. Краска чести. Боже, какая краска чести. Мне бы сейчас упало бы красное. Я бы был бы просто в шоке. Но мне падает краска чести. Какая нафиг краска чести. Так, очень много. Синие, синие. Фиолетка. Еще фиолетка. И красная. Нет, фиолетка. Боже, просто три фиолетки в ряд. Пусковая установка Охотник падает. И ластовая пятнашка контейнеров. Ластовая пятнашка контейнеров. Даст ли она прибыль? Даст ли она прибыль? Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. И красная. Фиолет. Офигеть. Просто столько дропа есть интересного, жесткого. И мне падает по два фиолета, по три фиолета. Золотое падает. И мы красное свечение так и не выбиваем. В рамках самого масштабного открытия контейнеров на бездонате 2.0. Плюсуем где-то порядка 70-80 тысяч кристаллов. Что является тоже не супер большим количеством. Ну и не выбиваем ни одного красного свечения. 45 ультра. Хотя, казалось бы, 45 ультра контейнеров. Ну, это реально достойнейшая цифра. Да, но самое обидное, что я не выбил арес. Да. А сегодня у нас еще одна официальная игра. И я до сих пор без ареса на своем аккаунте. И от этого мне становится еще грустнее. Ну, ладно, попробуем мы сегодня еще немножко контейнеров здесь подлутать. Может быть, повезет нам. И выпадет тот самый заветный корпус. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Не забывайте, что 123 лайка свидетельствует о старте новой серии по бездонату 2.0. Всем удачи и всем пока.